Дорогие друзья, всем доброго дня и отличного настроения. С вами команда Николая Сомсикова, агент Сержимости Титул. Меня зовут Артём и сегодня я для вас покажу дом с невысокой, действительно низкой стоимостью. Но дом готов для проживания. У нас все условия здесь соблюдены. Находимся мы, друзья, в селе с названием Серафимовска. Это Арсгирский район, Снавропольский край. Немножко, если говорить о расположениях, то районный центр Арсгир находится... Немножко сложно, конечно, в произношении, но ладно. Находится на отдалении 30 километров буквально. У нас общественный транспорт сюда приезжает и плюсом дополнительно у нас есть маршруты на город Благодарный, который находится на отдалении 50 километров. Ну и на Савропольский районный центр мы также легко можем попасть не на своем транспорте, а на общественном. Дополнительно, пока вот ходил, задавал вопрос, интересовался и осматривал для вас дом, спросил бабушке, что здесь вообще как интересно. Она говорит, вот сельская группа прям при мне зашла в WhatsApp, говорит, что-то купить, что-то продать. Мясо, яйцо, такси тоже самое. Вообще без каких-либо трудностей пишешь, множество предложений тебе будет озвучено. Собственно, дом, постройка позади меня, она сделана из самана. Дом чистенький, множество мебели здесь остается, включая кресла, кровати, шкафы, даже пылесос оставляют люди. Ну и вот у нас передо мной, пока что у вас за кадром, кухня, можно назвать ее летняя, она у нас отдельная, там и готовка, то есть кухонный гарнитур весь остается оставлять, даже холодильник. Когда зайдем, увидите, возможно, говорят под вопросом, микроволновку заберем или нет, надо будет, даже ее оставим. И тут еще дополнительная комната, душевая комната, прихожая, веранда. Огромнейший, друзья, у нас хоздвор, хозпостройки у нас есть, можно вести хозяйство. У нас как раз-таки сосед слева этим и занимается. Когда будем выходить с камерой на улицу, я все это более подробно расскажу. Далее у нас есть выгул и далее еще есть огород. Но и земли здесь не в ограниченном количестве, площадка полностью ровненькая. Если вам захочется посадить для себя сад сделать, хотя у нас плодовые деревья будут в наличии. Какие-то клумбы, так. Интересно, мне тут просто на ногу прыгает одна собака, ничего страшного. Я, наверное, потом стираться буду после нее. Собственно, пространство, здесь действительно хороший двор. Я вот нахожусь, бетон, конечно, да, старенький. Возможно, дом не для каждого, я все прекрасно понимаю. Но, учитывая стоимость, цена-качество полностью обалденное предложение. В селе, друзья, у нас есть школа, есть детский сад. Причем до центра у нас буквально 15 минут пешком. Далее у нас есть дом культуры. Кстати, школа на 11 классов, это я тоже уточнил. Дом культуры, есть библиотека, есть больница со стационаром. Есть отделение Сбербанка. МФЦ здесь нет, также узнавал. Ну и магазины, ближайший продуктовый магазин буквально на отдалении, ну, 5 минут. Бабушка говорит, я за 5 минут хожу. Он получается, ну, не пятерка, не магнит, не какие-то гипермаркеты. Обычный ларечек, он при доме частном сделан. Но все продукты питания, которые есть, можно докупить. Можно еще и сделать заказ, допустим, какая-то рыба, тортик вам будет необходим на какой-либо праздник. Можно также озвучить свои вопросы, хозяйка его привезет. Ну и хостовары там также продаются, включая там моющие, порошки, кондиционеры какие-то для белья, губки просто элементарно для посуды. То есть это все есть. Ну и дальше уже будет ближе к центру некоторые магазины появляться. Их около там 10 штук порядком будет. В конце села, это вот от нашей улицы мы как бы ближе ко въезду находимся. А если на дальнюю сторону брать, то там есть пару строительных магазинов. Такие смеси там цемент, песок для себя, отсев, что-то заказать, купить также возможно. Ну, соответственно, приезжай. Какие-то доделки я не исключаю. Естественно, их нужно будет делать. Это безусловно. Косметика, возможно, там с хоз двором что-то для себя переворотить, сделать под свои идеи. Я уже все это посмотрел, готов делиться с вами. Даже приготовили лестницу, мы полазим с вами вместе на чердак. Напоминаю, что номера телефонов собственника в описании. Звоните хозяйке напрямую, задавайте вопросы по дому, по населенному пункту. Ну и нашего специалиста. Также номер мы обязательно закрепим. Если вы планируете осуществить свой переезд, маленькую мечту на юг нашей страны, где тепло, где вот зима. Буквально недавно у нас было 20 градусов, а сейчас остатки снега. Даже дожди шли, а не снег. То также обращайтесь, населенные пункты Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области. Смело поедем в любые уголки. По вашим критериям найдем дома. А и так уже есть большая, богатая база данных отснятых домов, которые продаются конкретно от собственника. Поэтому я думаю, что без какого-то интересного предложения вы не останетесь. Друзья, все, беру в руки камеру, переворачиваемся и идем путешествовать. Друзья, ну и далее давайте уже определяться с самим домом, со всеми его окрестностями. Пока что мы находимся во дворе. Вот у нас белый товарищ Песель, который висел у меня на ноге, сейчас занимается куском хлеба. Вот еще у нас зрители появились, котейка маленький на бетонной площадке. Двор, друзья, как вы понимаете, что пространство достаточно широкое. Здесь не какие-то там узкие проходы, тропинки. Вы и машину можете для себя загнать, а если там в идеал сделать, то навес, допустим, поставить. И так же это будет непроблемным. Бетонная площадка. Да, бетон, конечно же, старенький. Есть некоторые трещины, но, по крайней мере, у нас это не земляное покрытие. Можно спокойненько себе заходить. Вот таким вот образом у нас радуется животное. Заходить и не пачкая ноги, передвигаться, размещать где-то бассейн, где-то мангал, где-то еще и клумбу дополнительно сделать. Так все, успокоился. Хватит на меня прыгать. Хватит. В общем-то, давайте сначала я предлагаю выйти на улицу, осмотреться с окрестностями и далее уже, конечно же, будем углубляться, заканчивать внутрянками всех построек. Что еще интересно, это преддомовые территории, которые достаточно широкие. Здесь у нас лужайки, видно, что трава и также множество плодовых деревьев. Сразу наперед говорю, что вот многие говорят вдоль дорог, деревья вредно и прочее. Здесь, во-первых, не такой уж и бешеный поток машин, если она там раз в какое-то время проедет, ну и бог с ним. Сколько я проживал в городе, сколько мы лазили по вишням, по абрикосам, по щезеленым. Все живы, здоровы, кушали. А здесь как бы село, понятное дело, что не такой уж и бешеный поток машин. Улица и как раз таки я вот сразу направился на направление центра. Смотрите, что у нас гравийная дорога, дожди, как я и говорил, что вот прошли, остатки остались. Но на машине можно спокойненько себе проезжать. Причем даже если пешком идти, то у нас вот асфальтирная тропинка справа вдоль домов проходящая есть. И до центра у нас вот это направление, коричневый забор, вы видите, там мы поворачиваем на переулке налево. И в конце этого дома будет находиться продуктовый магазин, о котором я говорил. И вот таким вот образом мы добираемся до школы, сада, Сбербанка, Дома культуры и прочего. 15 минут, как и говорил раньше, все это время у нас будет занимать. Вижу, что есть всякого рода сельхозтранспорт, техника. Что могу сказать? Здесь есть сельхозпредприятие, работает там 95 человек. Это по сведениям интернета, возможно, это даже частное как бы владение. Но сама суть, даже вот этот вопрос работы можно закрывать, потому что многие интересуются, чем заниматься, где работать. Дома культуры, магазинчик, либо же вот районный центр Арсгир, там уже более детально, конечно же, можно побольше подыскать вариантов профессий. Но и многие на домах занимаются хозяйством, вплоть до содержания барашек, допустим, курицы, утки, гуси. Продавая яйцо или еще что-то такого рода, то можно получать дополнительный заработок. А кто-то, возможно, удаленно работает на, допустим, телефонном варианте. Кто-то занимается работой вахтой. Соответственно, это все сугубо лично. Здесь уже вот я не буду ничего конкретичного говорить, добавлять какой-то конкретики. Все на усмотрение человека. Ну и наши территории дома, друзья. Смотрите, что постройка основная, вот она перед нами, правая его сторона как раз-таки граница. Далее проход у нас получается и калитка ворота. И вот летняя кухонька у нас также наша. Ну и дальше уже пошли соседи. По соседям узнал, слева проживает женщина, как раз-таки вот она сейчас у нас вышла. Пенсионерка, сейчас поедет там по своим делам. Проживает одна. Справа проживает семья. Также пока стоял, тут мужчина, к нему еще друг подъехал, они разговаривали, там бурная речь, в общем-то обсуждения были. Люди в возрасте, все спокойно, тихо, никаких претензий у меня здесь не возникает. Село вообще для меня вот комфортно. Бывает некоторые населенные пункты, заезжаешь и как-то ну не особо удобно. Здесь все вроде бы хорошо. По деревьям, вот у нас черешня, вот у нас вишня, вот у нас слива пошла, айва, тут еще и смородина, вот айва вдалеке стоит, яблоня. И, в общем-то, вот такие пространства. Разбивая клумбы, просаживая цветы, сколько необходимо, как у соседей дополнительно это сделано. Вон и березки просто у людей растут. Либо же также добавляя какие-то саженцы. Ну и огород у нас будет также еще на то дело предусмотрен. Вот так выглядит наша вся окрестность с улицы. Коммуникации. Свет, как видите, что заведен. Причем у нас хозяйка меняла кабель. Еще скажу по счетчикам, что у нас счетчик поменен в 23-м году. Это буквально вот недавно. На 10 лет он ставится. Водопровод также помененный. Поэтому здесь придираться честно к стоимости, к самому дому... Да вы что творите вообще? Ну я не знаю. Я уже не знаю даже, как относиться к такому роду постройкам. Дом у нас получается, что саманный. Видно, что он поштукатурен, побелен. Повреждений здесь, трещин, отходящих каких-то стен нет. Сырости внутри также нет. Я окна все проверил. Причем у нас окна, ну вот кроме веранды, остальное все пластиковое. Веранды, конечно, деревянные остались, окошки. Кровля у нас шиферная. Заменена была 3 года назад. Это даже видно еще по листам шифера, что они чистые, аккуратные. Два ската, металлические коньки. Дождевых отливов нет. Но у нас, смотрите, вода сразу же стекает в землю. Возможно, просто там она будет на цветы у вас капать, да и все. Под фундаментную часть никаким образом не затекает. Ну и отмосток бетонных нет. Просто вот что черепицей выложили, такого рода отмостку. И все. Плодовое дерево. Честно говоря, даже не знаю, что это. Похоже на иву. Если так посмотреть. Или даже какая-то яблоня. Розы. И уже представлять для себя виноградники какие-либо. Они разрастаются мгновенно практически за 2-3 года. У вас тут хоть беседку можно будет соорудить. И постройка летней кухни. Она также у нас сама. Она также накрыта шифером. Металлические коньки. И все выглядит достаточно неплохо. И дополнительно еще небольшая земельная вставка. Так, постройки мы пока что отставляем на чуть-чуть попозже. Ролик не будет у нас прям сильно долгим. Вот они вообще просто чудотворцы. Подвал. Давайте вот пока я перед ним нахожусь, я сразу же и спущусь в него. Собственно спуск. Немножко я пригинаюсь на входе. Далее первая ступень, вторая. И вот уже почти что я выпрямляюсь. Здесь полный рост. А рост у меня метр восемьдесят. Ну и здесь еще мне хоть не знаю, подпрыгнуть можно без проблем. Сам подвал, как видите, что сухой. Он просторный, он не осыпается. Он чистый, аккуратный. Для подвала самое то. Здесь ставь палеты, поддоны, либо же стеллажи. И все, что тебе нужно будет в плане там овощей, солки, компотов, соков, вин. Храни. И все. Подвал я считаю, что в отличном состоянии. Для подвала 10 из 10. Конечно же, бывают и варианты там чуть ли не вагонкой обшитые. Но мы смотрим дом не за 3, не за 5 миллионов, а порядком ниже. Следом, друзья, еще раз я вам показываю пространство нашего двора. И далее мы передвигаемся в поход с постройкам. Пристроенная часть к летней кухне. Вход у нас уже открыт, потому что предварительно ходили. Здесь то же самое. У нас сарайчик. Вход не особо высокий, немножко пригинаюсь. Здесь я уже вот в середине комнаты, как у нас понимаете, что перекрытие идет на скат. Я стою в полный рост. Здесь у нас хранилось зерно. 2 тонны вообще в легкую сюда залетают. Хозяйка сказала, причем зерно сейчас не особо дорогое. Что-то там около 8 тысяч за тонну, что ли, гривен. Но я уже не буду врать, не буду какие-то конкретные цифры говорить. Это вы сможете с хозяйкой обсудить. Если для хозяйства, для корма... Да что ты с ума сходишь? Будет интересно, то, конечно же, узнавайте. Хоз постройка целая, без трещин, без сырости, также без всяких щелей. Побелена простенько. Можно сказать, что экологический вариант. Давайте здесь и пройду. Пользуйтесь на здоровье. Здесь у нас абрикос и выход уже к хоз двору. Абрикос сказали, что крупный. Бабушка продала на 12 тысяч в этом сезоне, который вот прошлый был. Также в селе просто в группу написала, кому абрикос. Кто-то в город, допустим, приезжают дети, внуки, вы понимаете. Так, гараж, давайте я обе створки надкрою. И покупают. Гараж был под мотоцикл. Это все прекрасно понятно. Машину здесь не поставишь и не особо удобно въезжать. Но для мотоцикла это было все комфортно. Сейчас по факту можно просто сделать складик небольшой, какую-то резину, допустим, скинуть, чтобы она была, в принципе, рядышком. Всякие инструменты, тяпки, грабли, лопаты. Составляй. И здесь видно, что сарайчик построен с пильного ракушечника, с камня. Кто не знает, ну вот поближе как бы вам его показать. Вот он блок. Соответственно, вот его размеры. Раза в четыре больше кирпича, ну то есть в три. Пильный камень. Бурлатский его еще называют, потому что в одноименном селе его добывают, пилят. И материал, в принципе, крепкий. Множество домов также строят из этого камня. Вот такая хозпостройка. Следом я сейчас воротину закрою. Так. И вот так. На хоз двор мы с двух сторон можем попасть. Давайте в одну будем, соответственно, заходить, а с другой будем выходить. Итак, пространство хоз двора. Ну здесь, я не знаю, живности может находиться достаточно немало. Видно, что у хозяев курочки остались, есть утки. Возможно, вам что-то также оставят по наследству для себя, для приезда. Хотя бы элементарно, чтобы яичко у вас было там с утреца. Почему бы и нет. Бабушка сказала, что в день собираю примерно около 50-40 яиц и также на продажу все это выставляю. Ну и, естественно, какую-то часть для себя оставляю. Дети, говорит, приезжают, что крайне редко. Поэтому мне особо тут не для кого суетиться. Ну и, собственно, из-за этого происходит продажа дома, что бабушка осталась одна. Говорит, ну мне просто уже вот физически, меня не хватает на все это дело, чтобы содержать это все в чистоте. Говорит, обливать себя слезами, смотреть, как все приходит в негодность, я не хочу. Поэтому будет перебираться уже ближе к детям. Говорит, приобрету себе там квартиру, домик также за дешевые деньги и буду спокойненько проживать. Так уже, если уже касаться, говорит, чтоб дети хоть похоронить могли, чтоб я рядом была. Все, а грустно мы дальше не будем. Хозпостройки. Вот таким образом мы сейчас с вами посещаем, смотрим огородную часть. И вот у нас будет последняя хозпостройка, там курочка с цыпленком сама высидела, бабушка сказала, оставила. И вот мы пойдем на чердак, на дом. Все, следуем. По проходам. Есть частично тропинки с камня, но понятное дело, что вода, утки, все это дело переливается, плюс дожди проходят. Для себя хотя бы какие-то элементарные тропинки выложить с той же черепицы по первой. Да и ходить себе спокойно, не пачкая. Но, как вы знаете, что легендарные галоши, либо же сельские сапоги, творя чудеса, спокойно передвигайся где угодно. Итак, курятник. Полы у нас все, кстати, будут с соломой. Хозяйка говорит то, что и зимой они здесь, и летом, и как бы все равно вообще, все нормально происходит. Сейчас видно, что откладывают яйца. Раз, два. А вот там у нас в углу уже парочку лежит. Но яйца эти маленькие. Соответственно, вот так выглядит сарай. У нас брусы, перекрытия. И следующий также будет по такой же системе выглядеть. Так, свет я оставляю. У нас, кстати говоря, свет на электричество на сарае заведено. Оставляю, пускай себе там развлекаются. А мы, да давайте уже напрямую плыть по грязючке. Зайдем, как раз мы на проходную выйдем в конце. И вот еще. Как сказала хозяйка, что раньше держала, конечно же, и барашки были, и козы были, и коровы были. Это все было раньше по отсекам. То есть вот так разделялось. Раз, два, три. На три отдела. А так я все оставила вот в одной паре. Все в солому застелило. И вон у нас прыгает. Хозяева сараев. Да, они простые. Как бы видно, что это стволы и деревья. В брусе также у нас стволы получаются в перекрытии. Шифером все накрыто. Но они вполне крепкие. То есть их ветром тут не сдувает. Ничего их не шатает. Они не валятся. По высоте у нас все нормально. Если как-то для себя это все делать, естественно, по финансам нужно будет смотреть. Можно делать и по-другому это все дело. Но на хотя бы пять лет ближайшие у вас сарай для живности есть. Уж точно. Следом мы вышли. Тут у нас дерево груша. И смотрите, у нас получается, что это раньше была территория выгула. То есть здесь паслись барашки, козочки и прочее. Участок полностью ровный. Участок, как вы видите, что без травы. Вот он как раз таки, смотрите. Видите, красота с левой стороны. Все хозяйство смотрит. Ну и охранник с правой стороны. Если делать огород, да господи, оно все занавожено, оно удобрено. Ты сажай сюда картошку, лук, чеснок, помидоры, все что угодно. От соседнего хозяйства у нас все огорожено. Запахов, кстати говоря, здесь никаких нет абсолютно. То есть не пахнет ничем абсолютно. Вот у нас посадки первоначальные. Либо же хоздвор, выгул, как хотите. И дальше у нас за забором, вот который просто сложный из всякого разного. До самых столбов электричества вы можете использовать землю. Площадка также ровная, распахиваете. Чего хотите, делайте. И сзади, как вы понимаете, что у нас ни всяких там улиц, домов нет. Основная часть села у нас, как я говорил, что мы вот от въезда находимся в том направлении прямо. Поэтому как бы это и удобно для тех, кто как раз таки хочет завести хозяйство. Хотя бы элементарно для себя, не говорю уже в плане продажи. Хотя знаю людей, которые занимались сначала хрюшками, потом по здоровью пришлось прийти на куриц. И люди занимаются чистоятельно. В комментариях читал, ты хоть знаешь, как это содержать. Да, друзья, знаю, у меня родственник этим занимается не так, что я просто придумал для себя человека. Родственник занимается этим. Взрослый мужчина, проживающий один с братом. И в принципе недавно купил себе вот Ниссан Тиану в новом кузове. Не работает на других каких-то предприятиях. Это я вам скажу точно. Поэтому комментарии по этому поводу. Да пишите любые, честно говоря. Вообще, конечно же, мне нравится читать мнение многих людей касаемо дельных советов. Я всегда слушаю и замечания по своим обзорам, стараясь на это обращать внимание. И просто вот мнение, когда человек говорит некоторые слова благодарности. Просто как человеческое общение. Но это же классно, друзья. Это вот нужно на это обращать внимание. Вы заходите и пишите. Так, у нас... А, вон он маленький цыплак появился. Хозяйка говорит, вот я зашла, а она уже высидела. Поэтому я ее одну здесь и оставила. Пускай себе будет. В январе, говорит, вылыбнулся. Вот такого рода у нас еще одна хозпостройка. Ну, для этой курочки считается отдельное жилье, вип-квартира. Ну и обратная сторона дома, торец. Здесь то же самое. У меня по целостности стен замечаний никаких нет. Все пообелено, все чисто. Да, конечно, там недорого-богато. Какие-то определенные материалы супердорогие. Там не клинкерный кирпич, понятное дело. Но домик, извините меня, он в чистом, аккуратном виде. Так, здесь... Ага, здесь я не выйду, потому что у нас сетка. Понятное дело. Значит, мы пройдем в круг. Ну, ничего страшного. Буквально мы 10 секунд на это тратим. Как раз таки за это время можете поделиться со своими друзьями, со своими родственниками, знакомыми. Если вы просто так, ради интереса, как живут на юге, смотрите наши обзоры. А для тех, кто переезжает, возможно, это будет... Да, хватит, уже знакомы с тобой виделись 30 раз. Это будет хороший положительный вариант для переезда. Хотя бы для старта уж точно. Потому что домик, я считаю, что вполне неплохой. Так, дальше у нас, друзья, это был резервный бассейн. Его раньше наполняли, сейчас, естественно, нет. Крышки... Ага, я подниму все равно. Он сухой. И глубина у него хорошая. Прям идеальная глубина. Я за коммуникацией говорил, что на свет вода газ заведены. А канализация, друзья... Ну вот, вот здесь за шифером, сразу же за шифером, там получается яма. Также ее поднимали, она у нас в ракушечник выложена. Там до воды где-то метра... Ну, метр восемьдесят, около двух метров. Вода не поднимается. Хотя, как я говорю, я не выкачиваю никогда. Вот дополнительно, если хотите, как способ канализации осуществить для себя. Теперь, лестница. Все понятно, дерево. Но мы лезем. Так, ну я надеюсь, мой вес деревяшки выдержит. А ты не покупать думаешь? Покупать, думаю, конечно же. Вон у нас сосед-охотник. Сушбайка. Так. Снег, осыпайся. И, собственно, чердак. Но я уже полностью не буду влазить в него. Посмотрю перекрытие. Ну, тут видно, что стружки, опилки в утеплении. Потом у нас дымоход. Это подпечь. Раньше было отопление. Сейчас у нас два отдельных котла. И на кухню свой, и на дом свой. Это остаток. Понятно, что не сложили. Стропила все у нас сухие. Доски чистые. Гнилья никакого нет. Шифер все хорошо. Конек также закрывает пространство. Ну, я считаю, что вполне прям неплохо. Для чердака даже возможно осуществить какое-то полезное пространство. И вот, смотрите, соседские владения. Ну, тут улица вся вот в том, что заводят хозяйство. И есть такой момент, что в этом селе как бы не все дома отдалены от центра. Естественно, не все заводят хозяйство. Естественно, люди в этом же селе могут покупать какого-либо родопродукцию. Так, кот, собака, все-все разбежались. Ну, и следом давайте тогда уже, раз мы рядом с домом, то его будем смотреть изнутри. А потом закончим кухней. Входная группа у нас три ступенечки с бетона. Они прям низкие по размеру. Дальше у нас пошла прихожка. Здесь я сразу же разуваюсь, камеру ничего выключать не буду. Собственно, котел на отопление дома у нас здесь. Я вам говорил о том, что у нас счетчик поставлен был в 23-м году. Чтобы доказать, вот у нас наклеечка, обращайте внимание. Не знаю, камера как там сфокусирует. Счетчик новый. Как и электричество на доме, как и водопровод. Здесь начинается то, что вот остается вся мебель. Вот стол необходим. Оставьте, нет необходимости. Для соседей отдать его также будет несложно. Так, дальше у нас будет подъем. Пару ступенек деревянные в основную постройку дома. И здесь при входе, давайте я сначала дверь закрою. Первая комната. Можно сказать, также прихожая, гардеробная. Ну, здесь еще кресло стоит дополнительно. И пошла линия из шкафов. Шкаф здесь где-то шириной сантиметров 50-60. То есть под вещи, куртки. Ну, вот так хотя бы взять его глубину. Тут уже на вещи не будем. Можешь, внимание, говорит, что это уже все на переезд, которое собрано было. Чтобы людям глаза не мозолить. Все, что остается, то и остается. Вполне неплохой шкаф. Также для пользования подходящий. По дому, друзья, у нас полы будут из дерева. Доски, я скажу, как влитые лежат. Как бетонная монолитная плита. Тут никаких проминаний, никаких скрипов. Нет, ну вот вы, даже не знаю, будет слышно такой глуховатый звук. Плотно дерево сидит. Вот действительно. Высота потолков, ну, где-то 2,10-2,15-2,20. Да, потолок не сильно высокий, конечно же. Для человека ростом 2 метра и выше, конечно, будет не особо комфортно. Но, сама суть. Тут у нас окно это глухое. Откосы все в пластике. Чисто, аккуратно. Никаких следов сырости и плесени здесь нет. Отопление пойдут трубы по периметру комнат и, ну, расширительный бачок вот таким образом даже на свой подиум поставим. Потому что котел у нас находится сзади. Заменили вот старое отопление, которое было. Так, выключатели. Ну, бабушка здесь сейчас не живет. Именно в этой постройке. Она вот к кухне ближе проживает конкретно в ней. Поэтому, возможно, с лампочками что-то нужно будет думать, смотреть. Я еще уточню этот вопрос насчет света. Ну, и первая проходная комната. Она же зал. Выглядит следующим образом. Кресло, кровать. Дальше то, что мебель будет появляться. У нас все остается. Также даже навес поставить себе во дворе, если эта мебель нужна, хотя бы там к сарайчику просто подвинуть вот эту кровать. Или там просто под дерево поставить кресло. Выйти там, просто посидеть, пообедать, перекусить, перекурить. То почему бы и нет? Я так считаю. Да что ты, сайкак такой. Отопление трубы, как я и говорил, они вплотную к стене проходят. Тут даже вообще никакого промежутка нет. Окна. Все чисто, аккуратно. У нас правое глухое, левое будет открываться. Сейчас также ручки потрогаем, попробуем. Нет, здесь все хорошо, проветривание ставится, все плавно, аккуратно работает, никаких заеданий. Бывает так, что ты окна ставишь, а оно провалится, на два положения сразу ставится. Надо регулировать. Здесь все хорошо. Вот такая первая комната, либо же вторая от прихожей комнаты. Как ее считать? Вообще дом таким паровозиком немножко сделан. Следующая комната. Заходим, смотрим. Вот пылесос, она говорит, да, старенький, но пыль он собирает, надо оставлю. Вообще без проблем. Кровать, полочки, шкафы. Понятно дело, что мебель старенькая. Самая простая. Хотя кресло такие даже неплохие, скажу. Я бы себе куда-нибудь в гараж точно такое поставил. И состояние стен, потолков, обоев. Да, рисунки. Обои, понятное дело, что такого старенького фонда. Но они чистые. Они нигде не отклеиваются. Ни рваные, ни порисованные. Влаги ничего тут не питает. Поэтому даже галтелись, посмотрите, что. В таком вот роде. Понятное дело, что 45 градусов не умел кто-то резать, но поклеили. И вот у нас потолок побит плиточкой пластиковой. Такой пенопластовой. Вот единственная, которая как будто немножко выпирает плиточка. Остальные все прям плотненько сидят. Плитка также чистая. Ну и два окна, выходящие на улицу. Тут также одно глухое, только уже левое, правое будет. Проветриваться. Ну и дальше у нас вот пешеходный проход. Он, в принципе, неплохо отдален. Даже есть какие-то ограды к дому ставить. Закрывать пространство с улицы. Либо просто даже сжалюзи, занавески. Да и все. Тут особо людей, проходящих мимо дома, нет. Только лишь к своим домам. И то это, скорее всего, будут машины. Так, дальше у нас следующая занавеска. Отодвигается. Все отлично. Две батареи, учитывая пространство. Сейчас на минималке котел стоит. В доме тепло. Полы ровные. Перекатов каких-то особых нет. Ну, может быть, если так прям вот придираться. Ну, немножко вправо, как будто наклон. Как мне кажется. Но это надо брать, наверное, нивелир, отстреливать. Но пол весь в хорошем состоянии. То есть дерево, да, не прям новое. Не только привезенное и положенное. Но оно настолько плотно уложено, что, не знаю, тут проложки ставить. И можно всталить ламинат даже, если хотите. Если нет, кто-то за экологию, то вот оставляйте просто дерево. Ну, и вот здесь у нас стояла форсунка. Поэтому ее убрали. Мы домоход этот видели, который на чердаке был. И, понятное дело, вот у нас полянка осталась. И здесь стена, ну, вот такая, как бы фактурная. Потому что набирали и уже закрывали так, собственноручно. Остальные стены более-менее ровные. Конечно, не в идеал, прям что, ну, вот под маяк. Но обои переклеить вполне будет несложно. Все, вот так выглядит наш дом. Соответственно, удобство, готовка у нас пошла на кухню. Куда мы сейчас и направляемся. Даже котлы отдельные, что мне понравилось. И на дом. Ну, так, я тут сейчас кроссовки так приобую. Не буду до конца влазить. У них на каблуках как будто похожу. Ну, и здесь вот у нас будет окно на кухню выходящее. То в комнату также пластик. Видно, что окно будет проветриваться. Точно посмотрим вместе с вами. Ну, и давайте маленький почетный круг, чтобы все вспомнить, как у нас было. С улицы переходя. Дом, хозпостройки, дальше огороды, пространство, выгул. Подвал, еще склады, сарайчики. И следом заходим в эту уже дверь. Здесь я также разуюсь, но через маленькую паузу мы с хозяйкой поменяемся и будем осматриваться. Тут у нас получается, что прихожка. Прихожка. Также можно полочку какую-то подставить, допустим, под обувь. Либо же повесить крючки под всякого рода куртки, фуфайки. Как хотите. Рабочую какую-то одежду. Ну, именно что-то на хоздворе ковыряйтесь. Своими делами занимаетесь там с живностью или с посадками. Чтобы в дом уже не сходить пыльным, грязным. Вот у нас прихожка неотапливаемая есть. Все, заходим внутрь. Друзья, ну и следом мы попадаем в кухню-столовую. Соответственно, вот наше пространство. Сейчас пока с хозяйкой менялись, он говорит, там вопросы, что-то как-то. Если что, пускай, конечно же, звонят. И вот я еще дополнительно уточнил. Первое, это рынок. У нас каждую среду сюда приезжает. Говорит, там груши, яблоки, мясо, зерно. Но все, что хочешь, привозят. И мусор у нас вывозят раз в неделю по воскресеньям. На улицу выставляются пакеты, мешки, баки. Как хотите, служба приезжает, забирает. И еще узнал, что точно есть аптека. Я думаю, что лучше чуть попозже. Но ключевое я точно узнаю. И вот поделюсь с вами. Рабочая территория у нас. Мойка. Все чисто, аккуратно. Посуду здесь сполоснуть, поставить, посушиться можно. Далее печка на 4 комфорки газовая. С духовкой также чистой, рабочей. Вытяжка у нас есть. Кухонная гарнитура остается. Холодильник, пускай он обычный, но он остается. Он рабочий, с морозильной камерой и просто хранение. И вот эта микроволновка сказал, что вопросы. А там уже мелочь, посуда, понятное дело, что заберут человек. И здесь у нас в углу также располагается котел. Котел, что в доме вы видели, он свежий. Что здесь он также чистый, новый, абсолютно аккуратный. Никаких вообще вопросов у меня к нему нет. Сейчас стоит 60 градусов. Я в куртке еще, конечно, с улицы. Будет намного мне жарче. А так вообще в майке, в легкой одежде, шортах, халате. Находитесь в кухне спокойно себе, очень тепло. Ну и дальше уже будет проход через дверной проем. Понятное дело, что от дерева остался небольшой порожек переход. Но нормально. По высоте мой рост метр восемьдесят. Ну вот смотрите, друзья. То есть вот я вот так прохожу. Если выше человек, то наклониться придется. А так, кто-то если немножко ниже, то пролетай себе спокойно. Здесь также у нас полы... Нет, кстати, не так же. Здесь у нас полы с бетона как раз таки. Да, здесь глухого звука нет. И вот таким образом ДВПшки проложены, украшены. Пол. Ну тоже немножко такой фактурный как бы. Но вполне ровный, нормальный. Вот такого рода у нас будет комната отдыха. Возможно, если к вам будут приезжать дети, допустим, на новоселье. Либо просто по каким-то причинам кто-то из родственников, из знакомых к вам приезжает. Вот расположить, допустим, поставить диванчик. Вполне реально. Ну и вот уголок у нас под телевизор. У нас кабельная работает. Проходы, комнаты. И вот таким вот образом еще у нас сделали комнату удобств. В общем-то, это, я так понимаю, что просто дерево, да. Так, мне свет хозяйка включала. Я заходил когда... Ну ладно, с фонариком пройдем. Я думаю, что будет светло видно. Я добавил по максимуму света. Стиралку под вопросом. Возможно, так же оставят. Сейчас, конечно, у них там ценники бешеные у такого рода техники. Но, опять же. Если договориться, может за какую-то копеечку небольшую вам ее оставят так же. Душевая кабина. Ну, здесь прочищать, конечно же, надо бы. Сливы здесь все работают. Но сама душевая такого, конечно, старенького типа. Возможно здесь поставить и ванну. Но, конечно, только ванна вместится. Либо же стирку вынести. Ну, вот, к примеру, к стене поставить, потому что у нас коридор просторный. И поставить унитаз. Выпуски все есть. Унитаз у нас по факту просто уличный. Сейчас, ну там, туалет обычный, сельский. Я уже там не буду ходить. Подиум приподнят. Я для себя смотрел. Точно знаю, кто вот будет интересоваться. Без проблем фотографии вы все увидите. Уже кто кушает, просто приятного аппетита не будем заглядывать. Ну, а стирку, допустим, куда-то сюда вынести. Вот у нас туалет. Ванная. В итоге становится. Кухня рядышком. Комната на отдых есть. Отопление все работает. Окна у нас все чисто так же и аккуратно. Вот эта пленка, которая на замутнение стояла чисто так надорвалась. Откосы абсолютно все хорошие. Все выглядит неплохо. Ну и эти окна давайте так же я вам покажу. Соответственно, открыть, проветрить так же у нас возможно из внутренности кухни. Не открывая там дверик, который далековато будет находиться. Окно открывается, все, свежий воздух пошел. Все, друзья, вот так выглядит наш дом. Кухня. Душевая. Участок. Госпостройки. Ну, на этом я предлагаю потихонечку выходить. Дорогие друзья, ну, соответственно, вот так сегодня прошел наш день. Вот такой интересный дом я для вас нашел. Прокатился немало растений. Для вас этот ролик буквально 20-30 минут времени. Для меня полноценный рабочий день. Если остались вопросы, в описании номера телефонов и собственника, и нашего специалиста. Звоните на любой из номеров. Узнавайте, интересуйтесь, договаривайтесь. На этом все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok